Встреча с Сергеем Ивановичем 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 Встреча с Сергеем Ну и, наверное, сразу вопрос. Шапров Гедоев. Первая игра, дебют, официальный гол, голевой пас. Как дальше? Пять плюсов. Ну, пятерка с плюсом, не знаю, посмотрим, будем смотреть. Я еще раз говорю, есть повод задуматься нам. Поэтому будем смотреть, возможно, будем менять тактику из игры к игре. Мы сейчас, ребята, неплохо понимают. Мы по ходу игры, нам пришлось перестроиться на 4-3-3. Ничего, ребята сразу минут пять входили, потом вроде пошло. Поэтому для нас сейчас мы можем валировать как составом, так и тактикой. Можно ли сказать, что Шапров пришелся ко двору? Или это был просто всплеск дебютного матча? Ну, это я могу сказать только в конце сезона. У нас еще весь второй круг впереди. Посмотрим. Надеюсь, что так оно и есть. Потому что мы не просто его брали. Мы понимали, кого берем. Поэтому да, у него были проблемы. И сейчас остаются небольшие проблемы с функциональной подготовкой. Пропустил очень много. Я, честно говоря, когда он приехал на сбор, было видно, что он не готов совершенно. Я не знаю, где он играл в последнее время, но видно было, что там, видимо, не занимались именно вот этим. Я думаю, вообще не занимались. Потому что в разложенном состоянии сейчас прибавляется. Особенно последнюю неделю видно, что появились немножко силенки в ногах. Ничего. Как раз на то время, которое мы его запустили, он на все сто процентов оправдал. Будем потихоньку-потихоньку валировать. Посмотрим, как это будет. Хотелось бы, чтобы он выдерживал два тайна. И, если можно, в вашей комментарии игре еще двух футболистов, которых выпустили на замену. Шахзода и Сардора. Я же говорю, у меня к ним вообще претензи нет. И Шахзод усилил в плане атакующих действий. Играл против своей бывшей команды. Да. И, конечно, Азимов. То, что я его сейчас перед выходом попросил сделать. Он на все сто процентов выполнил. Забил гол. Что еще нужно? То же самое. Все ребята сыграли. И здесь вот этот негативный момент. Такой осадок. Тяжелый остался, честно говоря. Осадок с пропущенным голом. Потому что такого я давно не видел. В нашей команде, по крайней мере, сами себе привозить. Команда уровня Бунеткоря не имеет права себе такого позволять. Вы знаете, он парень... У него все есть. У него все есть. У него нужно забить. Мы ему даем постоянно шансы играть в основном составе. Выходить на поле. У него моменты есть. Понимаете? У него есть голевое чутье. Он забить не может. Видите, сегодня с пяти метров не попал в ворота. Забей, где-то появится уверенность. Видно со стороны, что это его тоже гложет. Понимаете? Видно, парень переживает. Поэтому мы... Я на него надеюсь. Мы его знаем с детства. Парень очень талантлив. Ну, вот это голевое что-то у него пропало. Понимаете? Отдельно работать, где-то его напрягать тоже не хочется. Потому что это все равно психологическое. Это все на психологическом уровне находится. Ему нужно раз забить, второй раз забить, третий раз забить. Пока он забивал пару моментов только с добивания. Где-то в пустые ворота перекинул. Я говорю, у него голевое чутье очень хорошее. Для нападающего это первоочередное. Но пока забить. То, что он раньше делал, он вытаскивал один команд. Я имею в виду у нас в первой лиге, там, в Одессу. Мы на него всегда рассчитывали. Матч с Локомотивом позапрошлогодний. Видите? Да. Пахтакор тоже до Ягра. Пока вот добивание. Но вот что-то не так. Вот немножко не то делают. В первом моменте, когда его выводили один в один, почему-то под правую начал убирать. Всегда убирал под левую и бил спокойно. Сейчас что-то начинает. Ищет, пока ищет. Посмотрим. Будем его со счетов мы не сбрасываем. В любом случае он с нами. И будем с ними работать, конечно. Наверное, никому не удастся, если человеку сделать другого человека. Игрока. В принципе, вы знаете, Баха один из тех игроков, в которых у нас практически нет такого нападающего, как Насимов. Он таранного типа. Он заводит всю команду. Когда команда подсаживается, одно удовольствие его выводить на замену. Или в основном составе, когда мы знаем, что нужно первые 15-20 минут пересинговать, он топчет. Такого у нас нападающего нет. Он еще и забивной. Просто в последнее время в первом круге у него было три травмы подряд. Он пропустил, считайте, половину первого круга. Из-за травм. Я... Можно с вами даже поспорить. Я думаю, что если у нас этот разговор возникнет в конце сезона, я думаю, вы тоже со мной согласитесь. Потому что у него... Он хоть и опытный игрок, но у него хороший потенциал для того, чтобы прийти в ту форму, в которой он был. Хотя я его не знал. У нас именно такой нападающий нужен был, который мог прессинговать, давить защитника. Он нам очень нужен. На данный момент Асимов нам нужен. Но посмотрим. Сейчас конкуренция очень сильная возросла. Посмотрим, кто будет играть. Сейчас у нас в первом круге фланги там практически без замен не было. Сейчас вы увидели, что у нас есть ребята Гадуев, Азимов, наш воспитанник. Поэтому я думаю, мы сейчас будем уже эвалировать состав. Я не знаю. Я не могу судить за сборную. Мы все переживаем, болеем. Вы тоже переживаем. И вы тоже, наверное, граждане Успекистана. Думаете об этом? Ну, что могу сказать? Я не нахожусь в сборной, не знаю там всю кухню. Это раз. Ну, сказать, что сборная плохо играет, я тоже не могу. Сейчас, понимаете, сейчас идет подготовка к основным играм. Посмотрим. Можно только будет судить после того, как они будут играть в основные игры. Официальные матчи. Официальные. Вы вспомните сборную России с хидингом. Проиграли все матчи перед чемпионатом Европы. Вышли на чемпионат Европы, по крайней мере, в России был бум. Потому что они увидели впервые сборную России и последних лет Советского Союза, где действительно это была сборная. Поэтому говорить о товарищеских играх, судить о них. Есть подготовка. Тренер выбирает тактику на товарищеские игры. Кого-то просматривает, где-то меняет систему, где-то кого-то. И футболист, я сам был футболистом, поверьте, играя за сборную товарищеские игры, все равно ты не будешь выкладываться. Это ты хочешь сыграть официальный матч. Вот вся подготовка. Ну посмотрим. Поэтому сейчас, я думаю, рано судить еще. Пускай не сыграют, вот тогда специалисты сядут и скажут. Тем более мы все тренера, вы все знаете, то сам Вэл Бабаян, он собирает очень часто всех тренеров в высшей лиге. Мы часто общаемся, он спрашивает наше мнение по составу. У нас взаимодействие очень неплохое идет. Здесь вообще вопросов нет. И если сборная не пройдет, поверьте, отвечать, думаю, будем мы все, потому что те игроки, которые приходят в сборную, скажем, своих игроков мы пытаемся мотивировать, чтобы они выкладывались, если им дают шанс. Я думаю, также тренера поступают в других команд, где игроки являются основными игроками, либо потенциальными игроками сборной. Здесь, я сейчас не могу сказать. Вопрос такой, знаете, очень сложный. Я слышал со всех сторон, там сборная, я говорю, ну, сейчас пока еще рано судить. Ну, дай бог, чтобы такого не было. Позвольте от вашего имени поблагодарить Сергея Ивановича за участие в пресс-конференции, посвященной Кубковому матчу. И пожелать удачи. Спасибо большое вам тоже. Счастливого года. До свидания. Продолжение следует...